Не откладывая в долгий ящик, меньше чем через неделю после посещения строительной площадки Софийского собора губернатор встретился с авторами проекта, представителями Самарской епархии и генерального подрядчика. С открытием собора статус Самары значительно повысится. Она станет одним из православных духовных центров. Это Софийский собор, всегда Софийские соборы были главными соборами в России. Если мы посмотрим перспективу истории, это и в Киеве, и в Полоцке, и в Нижнем Новгороде это всегда строился первый главный храм, Софийский храм. Поэтому это такое возрождение и традиции строительства Софийского храма, и перекличка его с такой столичной составляющей. Собор необходимо достроить не только быстро, но и максимально экономно, при этом без ущерба для внешнего вида, подчеркивает губернатор Николай Меркушкин, детально изучая чертежи и сметы. И сколько-то тянет вот эта часть мозаичная. Ну, где-то на все, про все мы сегодня посчитали, где-то порядка 15 миллионов. Это сок, со всеми конструкциями. Сейчас все три фрагмента храма на разной степени готовности. Почти завершена верхняя часть. В среднем необходимо провести свет, наладить работу лифтов. В нижней части собора разместится духовно-просветительский центр с воскресной школой. Сейчас здесь готовят учебные классы. С архитекторами, с проектировщиками все согласовано сегодня. Остались, чтобы вот те доделки, доработки, которые там еще... Конечно, много работы, очень много работы. Фасадные работы должны быть завершены этой осенью. Глава региона советует при отделке максимально использовать современные материалы. Вы же знаете порядок строительства. Строится и по-хорошему пять лет делается перерыв, то есть храм работает, посещается. Как минимум пять лет перерыв для того, чтобы все стало на свои места. Проект масштабный, но его необходимо оптимизировать, сократить расходы и увеличить темпы строительства и отделочных работ. Храм стоит на набережной. Ее обновил к чемпионату мира 2018 года. Поэтому к началу мундиали собор должен выглядеть величественно и красиво, подчеркивает глава региона. Олеся Корецкая, Событие.